А для тех, кто телевизору предпочитает живое общение, в Вятке Экспо открылась полезная выставка. Экспозиция называется «Старшее поколение» и приурочена она ко дню пожилого человека. Выставка будет работать в течение двух недель. О том, что на ней можно посмотреть, расскажем в следующем сюжете. Только для стороннего наблюдателя эта выставка всего лишь стенды с картинами, поделками и полезными вещами. Но организаторы знают, она – итог долгой и кропотливой работы, в том числе тех, для кого и предназначено – людей старшего поколения. Когда люди достигают пенсионного возраста и уходят на заслуженный отпуск, они первый год, а может даже полтора, привыкли интенсивно трудиться, они не знают, куда себя применить. Если, допустим, там внуки устроены и все так далее, значит, и мы для них организуем всевозможные мероприятия. Только в прошлом году городской совет ветеранов провел больше двух тысяч различных праздников, акций и выставок. Этот год по их количеству исключением тоже не будет. Например, на этой выставке ветераны, пенсионеры и просто заинтересованные могут завести знакомство и даже научиться чему-то новому. Они сегодня здесь будут показывать мастер-классы. Кто-то вяжет, кто-то вышивает, кто-то рисует, кто-то оригами, значит, то есть тут практически есть все. Здесь много очень интересного, здесь много, во-первых, информации на медицинские темы, что особо волнует ветеранов, и в частности меня тоже. Можно послушать и беседы здесь на лекционных площадках, можно здесь посмотреть различные препараты, оборудование, можно приобрести, что тебе понравится здесь. Кроме того, в пятницу в рамках выставки пройдет ярмарка вакансий для граждан пенсионного и предпенсионного возраста от Кировского городского центра занятости. Ирина Сырцева, Данил Кочкин, Бюро новостей Давича.